Сложность простоты и простота сложности По сути, творческий процесс – поиск баланса между хаосом и порядком, которые, несмотря на свою видимую противоположность, идут рука об руку. Простота, как символ порядка и сложность, рождающаяся из хаоса, не враги друг другу, а союзники в полуденном акте созидания. И ведь не в том дело, чтобы предпочесть одно другому. Нет, не в этом суть. Все определяется контекстом, теми целями, что ставит перед собой Творец, да и сама жизнь диктует особые условия. Сложность ли предпочесть, простоту ли? Это не вопрос выбора, а вопрос понимания и проникновения в суть тех целей, которым стремится дух созидания. Простота может казаться результатом устранения лишнего, но в этом и заключается ее сложность. Истинная простота достигается не путем сокращения до минимума, а через глубокое понимание сути, требующее внимательного анализа. Когда мы говорим о простоте, мы подразумеваем не примитивизм, а элегантное выражение сложных идей в ясной и доступной форме. Рассмотрим, например, классическое изобразительное искусство. Взгляните на картины Рембрандта и Микеланджело. Каждая линия, каждый штрих кажутся простыми и естественными. Однако за этой видимой простотой стоит бесконечная сложность мысли, техники и мастерства. Это и есть простота сложности, способность мастера выразить глубину через минимальные средства, оставляя зрителю пространство для размышления и интерпретации, поиску и нахождению смыслов. Осмелимся заявить, что обратная сторона медали сложность – простоты. Чем проще кажется идея, тем сложнее бывает ее реализовать. Когда архитектор проектирует здание с минималистским дизайном, каждая деталь должна быть безупречной, ведь в простоте нет места для излишеств. По всей видимости, сложность простоты проявляется в необходимости учитывать все мельчайшие нюансы, чтобы создать что-то по-настоящему целостное и гармоничное. Примером служит японская культура, где простота и минимализм возведены в культ. Сад камней или чайная церемония – это не просто эстетика, а философия, требующая глубокого понимания природы вещей и взаимоотношений между ними. Японская поэзия – прекрасный пример тому. Каждое действие в этих традициях предельно просто, но за этим скрывается сложная система символов и значений, которую можно постигать и не постигнуть за целую жизнь. Творчество всегда балансирует между порядком и хаосом. Оно требует определенной структуры, чтобы идеи могли проявляться, но также нуждается в хаосе – источники новых и неожиданных связей. Хаос в творческом процессе – это не беспорядок, а потенциал, из которого рождаются инновации. Важно не бояться хаоса, а научиться его направлять, как композитор управляет какофонией звуков, превращая их в гармонию. В свете сказанного творческий акт – это процесс, в котором сложность преобразуется в простоту, а простота обретает глубину и сложность. Например, изобретение – это результат сложной мысли, которая находит свое выражение в простой и понятной форме. Чем проще и гениальнее изобретение, тем более сложные процессы лежат в его основе. Простота систем, несомненно, притягательна, и ее преимущества известны, олицетворяя ясность и доступность, делая управление и понимание системы интуитивным, а устранение возникающих проблем – оперативным. В самом деле, простота кажется гармоничным решением в мире, где сложность порождает хаос и непредсказуемость. Возьмем хотя бы, к примеру, велосипед и автомобиль. Велосипед, благодаря своей элементарной механике, представляет собой осязаемое воплощение идеи простоты. Цепной привод, ручные тормоза, отсутствие электроники – все это делает его не только легким в освоении, но и в ремонте. В мире, где стремление к упрощению становится проявлением творческой мудрости, такие системы, как велосипед, напоминают о силе минимализма. Однако не следует недооценивать силу и потенциал сложных систем. Именно сложность, противостоящая упрощению, способна рождать творческий хаос, из которого возникают новые идеи и возможности. Современные компьютеры, являющиеся квинтэссенцией сложных систем, доказали, что сложность может быть источником мощи и гибкости. Их миллионы взаимосвязанных компонентов и слоев программного обеспечения не просто существуют, но создают условия для выполнения задач, которые выходят за пределы человеческих возможностей. Эти сложные системы, преодолевая ограничения простоты, создают пространство для проявления творческих решений, направленных на реализацию передовых технологий. Весьма символично, что вопрос о том, почему природа и особенно жизнь так сложны, на протяжении веков весьма озадачивал ученых, философов и мыслителей всех мастей. Одна точка зрения состоит в том, что сложность природы является прямым результатом эволюции. На протяжении миллиардов лет живые организмы развивались в ответ на давление окружающей среды, что привело к взрывному росту биоразнообразия и сложности форм жизни. В биологическом мире каждый организм от простейшей одноклеточной амебы до, как считается, самого сложного человека эволюционировал в процессе естественного отбора. Этот процесс отдает предпочтение чертам, которые повышают выживаемость и репродуктивный успех, что часто приводит к увеличению сложности. Например, человеческий мозг с его миллиардами взаимосвязанных нейронов невероятно сложен, но эта сложность обеспечивает функции высокого уровня, такие как язык, абстрактное мышление и сознание, которые, в свою очередь, строят цивилизацию и обеспечивают защиту и безопасность, по крайней мере, в сравнении с дикой природой. Более того, экосистемы с их сложной сетью взаимодействия видов сложны, поскольку это обеспечивает баланс, который может поддерживать разнообразную жизнь, взаимосвязанные и взаимозависимые отношения, такие как хищничество, симбиоз и конкуренция, а также сотрудничество усугубляют эту сложность. Однако, хотя сложность является отличительной чертой природы и жизни, стоит отметить, что фундаментальным законом, управляющим этими сложными системами, также присуща и простота. Принципы физики, химии и генетики, лежащие в основе сложности жизни, сами по себе элегантно просты. Таким образом, можно утверждать, что сложность и простота сосуществуют в природе, каждая из которых предлагает свою уникальную линзу, через которую можно понять мир вокруг нас. Эволюция и процесс творения часто воспринимаются как противоположные явления, но если рассмотреть их через призму творчества, они могут показаться двумя сторонами одной медали. Эволюция – это бесконечное, неуклонное, отчасти случайное и хаотическое движение природы, способное породить разнообразие форм и структур. Подобно художнику, который рисует картину с каждой новой попыткой, природа экспериментирует, приспосабливается и творит все более сложные формы жизни. Но в отличие от осознанного замысла, характерного для человеческого творчества, эволюция слепа и течет в своем хаотичном ритме, подчиняясь правилам естественного отбора и случайности. Она порождает сложность через постепенные, крошечные изменения, словно случайные мазки кисти на холсте, которые через миллионы лет превращаются в величественное полотно жизни. Процесс творения, в свою очередь, часто ассоциируется с целенаправленным актом, моментом, когда художник, писатель или музыкант осознанно приносит что-то новое в мир. Здесь видна направленная воля, план, замысел, стремление к реализации определенного образа или идеи. Но и в этом процессе не обходится без хаоса. Мастер творит, не всегда зная конечный результат. Творчество подчиняется внутренним импульсам и интуиции, где случайные элементы могут сыграть решающую роль в создании шедевра. Здесь присутствует постоянное напряжение между порядком и хаосом, структурой и спонтанностью. В конечном счете и эволюция, и творение – это пути созидания. Эволюция отражает творческое мастерство природы, где каждая новая форма жизни – это результат миллионов лет упорного рисования на холсте планеты. Процесс творения человека напротив показывает, как хаос внутреннего мира может быть оформлен и упорядочен в произведении искусства, где каждое решение, каждая линия и слово – это результат сложного взаимодействия интуиции и разума. Не побоимся признать, эволюции и творения не только дополняют друг друга, но и символизируют творческий акт в самой его глубинной сущности, будь то в руках природы или в руках человека, где хаос и порядок, простота и сложность находят свое уникальное место в великом процессе созидания. Расширение и усложнение изначально простых систем неизбежно приводят к накоплению ошибок и часто рассматриваются как нежелательное явление. Однако по множеству причин многие системы подвержены значительному увеличению своей сложности. Этот феномен особенно заметен в сфере социальной взаимодействий, где первоначально простые прозрачные отношения превращаются в запутанную матрицу взаимодействий. Простая динамика межличностного общения обрастает множеством социальных условностей, культурных норм и неписанных правил, в результате чего общая система становится все более сложной и подверженной ошибкам, недоразумениям и конфликтам. Этот принцип сохраняет свою актуальность и в политике, и в образовании. Политические системы, которые изначально создавались для управления сообществами и обеспечения справедливости, со временем утопают в дебрях бюрократии, сталкиваются с расходящимися идеологиями и усложняются множеством юридических кодексов. Сфера образования, изначально сосредоточенная на простой передаче знаний, разрастается до многослойной структуры, где стандартизированные тесты, различные методики преподавания, все более специализированные дисциплины накладываются друг на друга, хотя подобные изменения могут способствовать развитию и обогащению системы. Они также увеличивают вероятность расхождений, несоответствий и ошибок. Таким образом, поиск гармонии между простой и сложной эпостасями остается ключевым вызовом в этих сферах. В области технологии и инноваций часто возникает опасность чрезмерной сложности. Это особенно заметно в разработке нового программного обеспечения устройств, которые, несмотря на намерение улучшить пользовательский опыт, могут оказаться менее удобными, чем их предшественники. Размыслив, признаем, что стремление к постоянному совершенствованию и непрерывным инновациям движет технологическую отрасль, но нередко приводит к созданию продуктов, чья сложность превышает разумные пределы. Новые функции и возможности, несмотря на их привлекательность в теории, часто лишь запутывают пользователя, который в большинстве случаев ищет простоту, интуитивность и эффективность. Растущая сложность цифровых систем и интернета является еще одной наглядной иллюстрацией этого феномена. Хотя такая сложность открывает доступ к обширному спектру возможностей и связи, она часто создает неприветливую среду для пользователя. Переход через многочисленные уровни программного обеспечения или поиск простой функции в запутанном интерфейсе может восприниматься как блуждание по лабиринту. Кроме того, чем сложнее структура системы, тем больше в ней уязвимости для угроз безопасности. Если такие системы недостаточно защищены, они становятся бешенью для кибератак, что ставят под угрозу безопасность критически важных данных. По правде говоря, хотя стремительный прогресс технологий приносит несомненные выгоды, он также обостряет извечное противоречие между простотой и сложностью, подчеркивая важность поиска баланса, который обеспечит удобство и безопасность без ущерба для функциональности. Система здравоохранения во многом лицетворяет собой дилемму чрезмерной сложности, представляя парадокс, с которым стремление к прогрессу может затмевать простоту и эффективность прошлых методов. Очевидно, в своем неуклонном движении к инновациям и техническим достижениям система здравоохранения иногда забывает некоторые простые, но действенные подходы, которые раньше были основой медицины, знания о домашних средствах, профилактических мерах и основах ухода, некогда распространенные среди людей повсеместно оказываются на заднем плане в тени современных медицинских и фармацевтических практик. Хотя эти достижения, безусловно, несут значительные преимущества, отказ от более простых традиционных методов ведет к утрате ценных знаний, которые могли бы дополнить современную медицину. Важно отметить, что речь здесь не идет о ложных и опасных практиках медицины прошлого, которые современная медицина совершенно справедливо отвергает. Полезно упомянуть, что элемент творчества и креативности особенно важен в преодолении этой сложности. В условиях, когда традиционные методы отходят на второй план, креативный подход может позволить интегрировать старые знания с новыми достижениями, создавая более гибкую и эффективную систему здравоохранения. Однако усложнение системы усугубляется еще и лабиринтами медицинского страхования и управления больницами. Эти структуры становятся настолько сложными, что пациенты и их семьи часто сталкиваются со стрессом и замешательством при попытке разобраться в многоуровневых страховых полисах, в многочисленных документах и запутанных процедурах выставления счетов. Эта непрозрачность усиливает финансовое бремя для пациентов, добавляя новый слой тревог к их проблемам со здоровьем. Ко всему сказанному, хотя развитие и усложнение здравоохранения может способствовать прогрессу и улучшению лечения, оно также подтеркивает необходимость сохранения элемента простоты и прозрачности. Важность этого усиливается необходимостью творчества в интеграции традиционных и современных методов, что позволяет создать систему, которая не только эффективна, но и доступна и понятна для всех. В сфере финансов чрезмерная сложность может превратиться в опасную иллюзию, ведущую по скользкому пути. В последние годы финансовый сектор стал ареной бурного роста числа сложных продуктов и услуг от изощренных производных инструментов до загадочного мира криптовалют. Эти достижения, несомненно, расширяют горизонты для искушенных инвесторов, однако они также создают серьезные проблемы, особенно когда ведут к недопониманию и рискованным вложениям. Сложные деривативы, как правило, маскируют риски под множеством слоев договорных условий, ставя в тупик даже самых проницательных аналитиков. Криптовалюты, будучи провозглашенными, как будущее финансового мира, не лишены своей доли сложности. Их волатильность и неопределенность регулирования только усиливают общую хаотичность и непредсказуемость. Для непрофессионального инвестора, привлеченного обещанием высокой прибыли, эти финансовые инструменты могут оказаться запутанным лабиринтом. Очевидным образом, здесь возникает важный вопрос о необходимости создания прозрачных, легко понимаемых финансовых продуктов, которые бы соответствовали уровню риска, приемлемому для инвестора его финансовых целей. Непременно добавим, что финансовые системы, движимые творчеством и инновациями, неизбежно вплетают в себя элементы хаотичности и непредсказуемости. По всей видимости, в этой неустойчивой среде сложность может, с одной стороны, открыть двери для новых возможностей, но с другой привести к катастрофическим последствиям из-за недопонимания сути процессов. Этот парадокс подчеркивает важность поиска баланса. Сложности финансовых систем, хоть и способствуют инновациям и предоставляют разнообразные возможности, не должны полностью вытеснять элемент простоты, особенно в вопросах понимания рисков и принятия взвешенных решений. Не будет слишком смелым предположить, что термин «законотворчество» сам по себе представляет собой удивительный парадокс, вызывающий как абсурдные ассоциации, так и ложные ощущения возвышенности. Представьте себе вдохновенного законотворца, сидящего в креативной задумчивости с чашкой кофе или рюмкой чего покрепче, окруженного стопками книг и черновиков, как бы гениального писателя или художника, ощущающего музу. Ах, как бы мне нынче создать нечто новое, захватывающее и неповторимое. Закон какой-нибудь, который сотрясет устою общества, восклицает этот самопровозглашенный творец, пребывая в поисках вдохновения, словно он пытается написать эпопею на века. И действительно, если включить в законотворчество элемент творчества, то почему бы не рассматривать этот процесс как искусство. Мозаика из параграфов и статей, искусно переплетающихся в правовую симфонию. Кто-то даже может вообразить законотворца, испытывающего творческие муки, терзаемого видениями неудачных правок и вдохновленного озарением найти ту самую юридическую формулировку, что наконец-то узаконит. Но что-то совершенно невероятное и нелепое, как, например, обязательное еженедельное чтение законодательных новелл под аккомпанемент скрипки. Конечно, этот образ лишь усиливает всю нелепость термина законотворчества, ведь в реальности создание закона редко похоже на вдохновенный акт творчества. Скорее, это кропотливый, зачастую скучный процесс, связанный с переговорами, компромиссами и, увы, иногда полным отсутствием чего-либо творческого. Но сама идея, что кто-то может творить законы, как поэт строки, смешна своей неуместностью. Законы не требуют вдохновения, они требуют здравого смысла, свободы, логики и, по правде сказать, способность избегать абсурдов, порождаемых творческим подходом, юридическим формулировкам. Правовая система представляет собой яркий пример избыточной сложности. Со временем законы стали настолько запутанными, что абсолютно недоступны для обычного человека. Без излишних оговорок согласимся, что юридические языки, сложные процедуры часто создают барьеры для понимания, заставляя людей чувствовать себя потерянными и беспомощными в системе, которая должна была бы защищать их интересы. Такая сложность нередко приводит к длительным судебным процессам и всеобщему разочарованию среди тех, кто стремится добиться справедливости. Кроме того, растущая бюрократия лишь усугубляет проблему. Многоступенчатые бюрократические процедуры чаще усложняют, чем упрощают доступ к правосудию. От подачи простой жалобы до участия в сложных судебных баталиях людям приходится сталкиваться с огромным числом документов и административных барьеров. Эта системная запутанность ведет к задержкам, увеличению расходов и, что еще хуже, утратит доверие к самой системе, призванной обеспечивать справедливость. Не вдаваясь в излишние дискуссии, заявим, что все это подчеркивает особую, острую необходимость упрощения правовых структур, чтобы законы и юридические процессы были прозрачными, легкими в понимании и доступными для тех самых граждан, которым они должны служить. Об этом и о многом еще читайте в моей книге «Разочарование в правосудии». Действительно, есть множество примеров, когда упрощение приводило к выдающимся результатам. Например, в сфере технологий, когда Apple представила iPod, она упростила сложный мир цифровой музыки, предложив интуитивно понятный интерфейс, который революционировал способ, в коем люди слушали музыку, фокусируясь на пользовательском опыте и, сведя сложные процессы хранения и воспроизведения цифровой музыки к самым простым действиям, Apple создала тогда продукт, который в свое время изменил всю отрасль. Упрощение систем с точки зрения отдельного человека имеет ключевое значение для устранения избыточности и излишней сложности. Примером такого подхода служит дизайн пользовательского опыта. Задача проектированного заключается в создании систем, которая соответствует ожиданиям пользователя, убирая все ненужное, что не приносит пользы. Например, дизайнеры веб-сайтов проводят тестирование, чтобы выяснить, какая версия страницы является наиболее интуитивно понятной и удобной для пользователей. Благодаря многократному тестированию, улучшению на основе обратной связи, они устраняют лишние элементы, уменьшая сложность и повышая удобство использования. Эти примеры демонстрируют силу простоты и те значительные эффекты, которые она может иметь, если сделать ее основным принципом при проектировании системы. Хотя стремление к простоте в проектировании систем часто является похвальной целью, она не должна идти в ущерб безопасности. В некоторых областях сложность необходима для обеспечения надежных гарантий. Например, в кибербезопасности алгоритмы шифрования специально делают сложными, чтобы создать надежную защиту от взломов. Упрощение таких систем может увеличить риск утечек данных, кражи личной информации и других киберугроз. Аналогичный пример можно найти в авиации. Системы самолета невероятно сложны и включают множество резервных механизмов для обеспечения безопасности. Конструкция и эксплуатация самолета требуют сложных навигационных, коммуникационных и управляющих систем. Попытка упростить эти системы за счет уменьшения количества проверок или дублирующих механизмов может привести к катастрофическим последствиям. Таким образом, хотя простота в системе часто важна, она не должна ставиться выше безопасности. В таких случаях сложность не является недостатком, а выступает как необходимый элемент защиты от возможных угроз. В постоянном стремлении к прогрессу человечество похоже, запуталось в сети избыточной сложности. Каждый аспект современной жизни, будь то технологии, здравоохранение, финансы или право, становится все более сложным, что часто приводит к неожиданным проблемам и трудностям. Вместо того, чтобы облегчить нашу жизнь, это усложнение нередко делает ее еще труднее, создавая парадокс, в котором мы порой оказываемся заложниками собственной глупости. Следует признать, что стремление к сложности ради самой сложности может привести к созданию систем, которые трудно понять и сложно использовать, и которые часто не выполняют свою основную функцию. Удивительным образом, вместо того, чтобы оптимизировать процессы, мы добавляем лишние уровни, превращая простое в трудоемкое и запутанное. В этом смысле наше стремление к усложнению иногда делает нас созидателями собственного замешательства, проектируя сложные структуры, которые не всегда оправдывают свою полезность и доступность. В погоне за совершенством и прогрессом важно не забывать о красоте, простоты и необходимости создания систем, которые были бы максимально простыми и удобными для пользователя. Хотя возрастающая сложность систем в таких областях, как технологии, здравоохранение, финансы и право может восприниматься как признак прогресса, она также указывает на то, что мы можем терять из виду основную цель этих систем, ведь они созданы, чтобы облегчать жизнь людям, делая ее проще и эффективнее. Но если системы становятся настолько сложными, что их не может понять средний человек, они рискуют оказаться неэффективными и в конечном счете неудачными. В то же время появляется мнение, что люди становятся менее способными или даже тупее. Хотя это утверждение спорно и, скорее всего, отражает разочарование, связанное с растущей сложностью, оно подчеркивает тревожный разрыв. В какой-то мере, создавая все более сложные системы, мы должны помнить, что их главной целью должно быть упрощение и расширение возможностей людей, а не сбивание их с толку. Важно найти правильный баланс между сложностью и удобством использования, иначе мы рискуем создать мир, в котором сложные системы будут доступны лишь немногим, исключая остальных из процесса прогресса. Такой путь вряд ли приведет к справедливому развитию. Принимая во внимание все вышесказанное, простота и сложность – это не противоположные полюса, а разные аспекты одного и того же явления. Истинное понимание вещей требует признания этой взаимосвязи. Взаимодействие творчества и хаоса демонстрируют, как из сложных хаотичных процессов может возникать простота, и наоборот, как в простоте заключена вся полнота и сложность бытия. Наша задача, как творцов, находить баланс между этими элементами, используя их для создания новых смыслов и форм. Только тогда мы сможем приблизиться к истинной красоте и гармонии, скрытым в простоте сложности и сложности простоты.